Всем привет! С вами Владимир Куличенко. Я нахожусь на Красной Поляне, за моей спиной горы. Надеюсь, вам видно. Подгадал, так скажем, закат. Приехал сюда для того, чтобы сделать обзор на рекордер. Это Zoom H4 Essential с 32-битной плавающей точкой. У фирмы Zoom вышла недавно новая линейка таких ручных компактных рекордеров. Они обновили немножко, и я скажу, что это классно, потому что те нюансы, которые были у нас, у пользователей, они здесь практически все, наверное, и устранились. А я пользовался рекордером Zoom H4 N Pro около года. И хочу вам сразу показать, что как-то мгновенно он включается. Та-дам! Все! И мы можем с вами работать. В этом видео я хочу вам показать не просто обзор, но и как бы сравнение этих рекордеров. Того рекордера, к сожалению, у меня нету, но я помню, собственно, по памяти какие-то нюансы. Итак, начнем с внешнего вида. Итак, внешний вид. Он практически такой же, но мне кажется, что он все же чуть-чуть стал как-то более компактнее и, наверное, более уже. Напомню, что в комплекте, кроме рекордера, больше ничего и не поставляется. Там инструкции, которые желательно было почитать. Но раз есть такое видео, то я, в принципе, постараюсь за эту инструкцию вам все и рассказать. Он полностью пластиковый. Тот Zoom H4N Pro, там, по-моему, были какие-то металлические детали. Но он за счет этого становится в разы легче. Это тоже некий плюс. Когда мы берем рекордеры, забираемся на горы, на вершину, то каждый грамм у нас на счету. Итак, по поводу кнопки включения. Как я уже показал, вот она находится здесь сбоку. Я ее нажимаю, отпускаю. Раз, два, три, четыре. Ну, в общем, округлим пять секунд, и он включается. То есть, включение у нас стало с вами быстрее происходить. Также у нас есть специальный адаптер под Bluetooth. Это что-то связанное для владельцев Apple. В общем, вы можете регулировать Zoom дистанционно с помощью приложения. Но это только для пользователей Apple. Далее, у нас здесь с вами есть разъем. Он как бы и питание. Он может, этот разъем, быть и как использоваться для подключения к компьютеру. И быть аудиоинтерфейсом. Также передавать файлы, которые мы с вами записали. И он здесь, наконец-то, выглядит в виде разъема Type-C. До этого в Zoom H4n Pro был мини-USB. Тоже считаю это плюс, потому что у меня как владельца Android и GoPro заряжается на Type-C. И телефон заряжается на Type-C. То есть, у вас практически поиск нужного провода сокращается. Дальше у нас регулятор, с помощью которого мы можем выбирать разные режимы. Достаточно удобно. Он здесь находится под руку, например, под правую. И кнопка Enter, чтобы, собственно, это и выбирать. Те пункты меню, которые мы с вами и находим. Задняя часть рекордера. Здесь у нас находится небольшой динамик. Он нужен, собственно, для того, чтобы мы могли с вами проверить то, как мы записали. И проверить вообще, как там работает петличка, не петличка. В общем, через этот динамик можно также и что-то прослушивать. Но он больше такой, как контрольный. Дальше разъем для подключения на штатив. Ну, не подключения, а прикручивания на штатив. Далее у нас разъем для батареек. Я использую батарейки, которые можно также заряжать от Type-C. В H4N Pro здесь был еще такой регулятор экономии батареи. Здесь его нету. Но я напомню, что тем самым мы с вами и ограничивали использование режимов записи в предыдущей модели Zoom H4N Pro. В этой версии этого регулятора режима экономии у нас нету. И поэтому у нас с вами он функционирует полноценно. Но вы спросите, а как же тогда по поводу зарядки? Ну, вот мой лайфхак такой, что используете самозаряжающие такие батарейки. И также при включении мы здесь должны с вами выбрать, какими батарейками мы будем с вами пользоваться. От этого он будет работать по-иному и показывать вам более правильную, актуальную информацию по батареям. Далее. На торцевой части у нас два разъема универсальные. Можно подключать джек. Можно также подключать и XLR. Есть очень классная вот эта кнопка push, с помощью которой мы можем нажать и вытащить провод. То есть у нас есть дополнительная защита подключения провода. На торцевой части, в верхней части, у нас располагаются микрофоны. Выполнены они в формате XY, это записи. В предыдущей модели Zoom H4 N Pro у нас был вариант выбора на 90 градусов, либо на 120 градусов сделать угол записи этих микрофонов. Здесь у нас уже стандартно, то есть ничего не двигается, не крутится 90 градусов. Это некий, может быть, минус, потому что иногда мне хотелось бы как раз-таки развернуть пошире, например, при записи хора или что-то такого большого, объемного, акустического, когда вот хочется пошире взять. Но мне кажется, просто не особо кто-то как пользовался. Или иногда бывает случайно заденешь, один повернется, другой не повернется, и уже как-то вроде и не то. В общем, здесь, может быть, на этом они сэкономили. В общем, они зафиксированы. На другой боковой части Zoom у нас с вами находится разъем для подключения петлички. Тем самым у нас отключаются внешние микрофоны Zoom. Получается, что мы можем с вами уже записывать так три разных источника звукоизолированных друг от друга. То есть, например, петличка, гитара и укулеле. Также мы можем с вами здесь в настройках сделать, как будет работать эта петличка, либо эти микрофоны в стерео, либо в моно. Но, как правило, петличку, если вы включаете, то она работает в моно. Просто по умолчанию будут записывать два канала. Дальше у нас выход line-out, либо наушники. Ну, либо мы подключаем наушники, либо мы подключаем колонки, чтобы был у нас такой легкий небольшой мониторинг. Иногда это мне бывает полезным, когда я использую как аудиоинтерфейс, и маленькие колонки я подключаю в этот разъем. Дальше у нас регулятор громкости. Это такой общий регулятор громкости записываемого сигнала, либо сигнала, который мы с вами воспроизводим. Все внутри также можно еще и дополнительным мониторингом как бы это все регулировать. Я люблю это уже регулировать, например, при записи. Этим регулятором именно пользуются как таким мастером звука. Дальше у нас разъем для подключения карты памяти. Здесь у нас используется, как она, microSD. А до этого, в предыдущей версии Zoom A4N Pro, там была полноценная SD-карта. И бывали такие случаи, мне кажется, что это плюс, потому что в основном продаются сейчас такие microSD-карты, а когда вы используете его через переходники, то может произойти ошибка. То есть если есть разъем именно на большую SD-карту, то всегда вставляете большую SD-карту. Если у вас выбор такой через переходники, переходники, в общем, нужно только использовать для того, чтобы сбросить информацию в ноутбук. Потому что у меня тоже были такие случаи с видеокамерами через переходники, и в итоге происходили какие-то ошибки, и у меня не записывался материал. В общем, это тоже классно, круто, что здесь microSD. Сейчас я говорю на микрофон камеры. Достаточно шумно. И сейчас я как раз-таки подключил петличку. Такие вот есть беспроводные петлички кодекс, которые работают по Wi-Fi. Подключил в этот разъем. Мы видим, что индикатор нам уже показывает на то, какая чувствительность у нас микрофона. И если на предыдущих зумах нам приходилось нажимать запись, потом еще раз подтверждать, и у меня были очень много таких ситуаций, когда в итоге я забывал второй раз подтвердить. Здесь мы просто нажимаем. Все, и запись у нас пошла. Теперь вы слышите меня уже с этой петлички. Вы можете услышать разницу, которая была до этого, разницу, которая была у нас на микрофоне камеры. И сейчас у нас идет запись именно непосредственно в петличку, именно в рекордер зум. И мы видим сразу, у нас здесь цветной наконец-то дисплей появился. Ну почему наконец-то? Потому что я уже вижу, что красный это значит запись. Нажали запись, значит идет у нас запись. То есть управление здесь стало намного проще. И собственно по управлению этой лицевой части здесь все просто. Мы выбираем с вами микрофон, значит у нас запись идет только на микрофон. Мы можем с вами выбрать первый канал и еще второй. Но сейчас он не работает, потому что у меня идет именно запись на этот рекордер. То есть управление записью стало намного проще. Что нам нужно записать, то мы с вами и выбираем. Дальше у нас есть с вами стоп, плей. Это для того, чтобы послушать, собственно перемотка, чтобы перейти к какому-то фрагменту. И, собственно, переслушать этот фрагмент. И у нас есть также еще регулятор микшера. Здесь у нас показано как раз то. Здесь у нас как раз показан уровень записываемого сигнала. и такой, скажем, мастер-секция. И когда у нас подключены будут первые и вторые каналы, у нас также будут еще показаны и уровни первых и вторых каналов. То есть мы можем сами здесь гейн увеличить, гейн уменьшить. Опять нажимаем на кнопку микшера. И мы опять видим, с какой сейчас у нас записью, так скажем, на рабочем столе, который по умолчанию, мы сами видим результат, собственно, записи. По поводу 32-битности этого рекордера. Там все так красиво написано, что 32-бита, плавающая точка, в общем, какие-то слова, и они, в общем, немного непонятные. Они мне-то непонятны. Мне кажется, многим они непонятны. Что это значит? Это значит то, что у нас запись... Ну, я простыми суперсловами скажу, что у нас запись происходит также и в битности, цифровая запись. И чем эта битность больше, тем, так скажем, она лучше, и она больше подвержена обработке. То есть это именно важно для момента записи. Именно записи в неподготовленных условиях. Это нам позволяет нормализовать сигнал. Например, если мы даже с вами разговариваем шепотом, например, записываем какие-то тихие звуки. Там река течет тихо, например, или пение птиц. То есть мы с вами потом этот сигнал на постобработке нормализуем. И у нас будет хороший чистый сигнал. Или, например, рядом работает магистраль, или пролетает самолет, или мы около вертолета. То есть у нас, наоборот, с вами идет большой такой перегруз по входу. И вот эта плавающая точка, она нам позволяет также работать с этим аудиосигналом. То есть у нас есть запас по пикам, уже как бы встроенный независимо от регулятора гейна. То есть мы можем с вами какие-то перегруженные такие громкие сигналы, также на постобработке, затем делать уже, скажем, тот сигнал в нужный, который нам необходим. Ну и, собственно, вот мы гуляем, гуляем. У нас с собой есть укулеле. Присели, смотрим на горы, вдохновляемся. И давайте что-нибудь, собственно, запишем на этот рекордер. Также запишем и шум улицы. А потом что-нибудь попробуем из этого сделать на постобработке. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, теперь мы попробуем с вами записать на внешние микрофоны рекордера. И вот уже видно, что я бью. И мы видим, что идет уже сигнал. Вот мы видим, с каким сигналом будет, в общем, у нас записываться. Также же в режиме микшер мы можем, если что, с вами увеличить гейн или уменьшить. Но, в принципе, мне нравится. И, тем более, мы с вами должны помнить, что у нас здесь 32-битная плавающая точка. В общем, мы с вами на постобработке можем вытащить звук. Итак, пишем на встроенные микрофоны рекордера. В общем, будет попадать также и звук улицы. Но почему бы и нет? Итак, выбрали микрофон. И нажимаем запись. Все, у нас с вами, видите, красным пошло. У нас с вами пошла запись. Играет музыка. А теперь давайте напоследок еще запишем с вами, собственно, улицу, шум улицы. А потом мы на сведении все это сами сделаем. А теперь я предлагаю вам и, собственно, мне переместиться в номер. И там я покажу, как я использую его как аудиоинтерфейс. Потому что есть небольшие, так скажем, нюансы, с которыми стоит как бы разобраться. Но я вам покажу, как это быстрее все это делать. В общем, перемещаемся. Да и, собственно, у нас уже закат. Поэтому сейчас быстро все стемнеет. Поехали! Друзья. Нет, я не нахожусь в Венеции. В Италии такая стена. Это, в общем, квартира, в которой я живу здесь, на Красной Поляне. Ну, в общем, мы перебрались с вами в помещение к ноутбуку. И хочу я вам показать, как записывать. Использовать в Reaper'е или, например, в монтажной программе в Вегасе. Итак, смотрите. Мы здесь выбираем USB, аудиоинтерфейс. И здесь он нам предлагает, как выбрать канал мультитрек или стерео-микс. Я рекомендую вам выбирать мультитрек. Тогда все четыре канала, раз, два, три, четыре, будут работать. Это очень важно. Дальше. Как, собственно, будет работать рекордер в виде аудиоинтерфейса? То есть, вверху это аудиоинтерфейс плюс рекордер этих микрофонов. Либо просто как аудиоинтерфейс. Я, опять-таки, вам рекомендую выбрать аудиоинтерфейс и запись этих микрофонов. Нажимаем сбоку Enter. А дальше Power. Это питание у нас будет от USB, либо от его батареек. Ну, нам, в принципе, хватает вот этого USB от ноутбука питания. И дальше мы выбираем Connect. Опять, достаточно все очень быстро. Все окей. Вот у нас четыре канала. И, допустим, мне нужен микрофоны. Например, вот эти. Так, и как я уже говорил, например, мне не нужно сейчас стерео. Мне нужно сейчас, например, написать голос поверха видео. Я захожу. Выбираю микрофон. Mono Mix. On. Возвращаюсь назад. Вот. И видите, у нас здесь теперь монополоса такая стала. Mono Mix. Вот. Эти микрофоны работают как моно. То есть, точно не помню, возможно, какой-то один из них работает. И важно, что направление звука должно быть вот сюда. То есть, не сбоку, не здесь, а вот именно здесь. Идет источник, который ловит капсуль. Ваш звук. Дальше. Переходим непосредственно к Reaper. Ну, у вас может быть своя какая-то программа, в которой вы работаете. Вот у нас Reaper. Значит. Для него нужны будут драйвера. Итак, здесь выбираем ASIO. Здесь у нас появится. Выбираем H4 Essential. И вот здесь самое главное нам выбрать. Здесь 1, это понятно. И здесь Last. Выбрать 4. Потому что по умолчанию у вас может быть здесь вот так вот. 1 и 2. Это как раз за счет того, что мы выбрали с вами Multi Channel. То есть, у нас появляется обширная возможность записать все 4 канала. Либо 3 канала, если вы делаете их моно. Причем независимо. Также получается изолированных одновременно. То есть, как и в него мы записывали. Так и здесь. Нажимаем ОК. Дальше в Reaper мы здесь нажимаем запись. И здесь вот как раз у нас, вот они, 4 канала. Значит, первый канал, вот он у нас работает. Я говорю, вот он ловит даже немного. Как раз видно, что он работает в режиме моно. То есть, они одновременно, у нас ползунки вот эти, работают. Если мы с вами, например, подключим гитару к первому каналу, ну, либо микрофон, вот, например, к первому каналу мы с вами подключаем, то он здесь у нас уже будет отображаться как третий канал. Соответственно, второй канал, он здесь отображается уже как четвертый канал. Вот. Надеюсь, достаточно понятно объяснил. И так вот вы можете записывать, использовать этот рекордер как аудиоинтерфейс. И, собственно, для чего я рекомендую использовать эти микрофоны. Как раз таки для того, может быть, у вас будет длинный провод или еще что-то. Вы можете вот так вот поставить, собственно, рекордер. Взять, не знаю, для красоты еще какую-нибудь махнашку вот так вот сделать. И так красиво записать какой-нибудь подкаст. Прям сразу же напрямую. То есть он у вас и аудиоинтерфейс, и все, и вы в Reaper записываете все. Вот как мне сейчас, например, нужно записать поверх видео с моим велосипедом, покатушкой. Я буду работать прям сразу в Vegas. Вот. Здесь все то же самое. Вот он уже ловит. Он уже показывает. Вот сигнал, то, что я говорю. И этот микрофон, рекордер, он уже ловит. То есть я буду видеть сейчас, что у меня будет. Ну, я сейчас закину, буду видеть, как я еду на велосипеде, и буду сразу сюда записывать аудиосигнал. Также может пригодиться, например, вы записываете какой-то акустический инструмент, и вы можете поставить таким образом рекордер, что, например, вы пьезодатчиком будете гитару записывать. И микрофон можете направить как раз вот с помощью такого маленького штатива к себе. То есть записывать уже, получается, три канала. То есть два стерео и пьезодатчика. Я думаю, это очень удобно и очень компактно. И вы действительно в любом месте, используя ноутбук и такой вот рекордер, можете себе сделать такую небольшую мобильную студию. Итак, ранее я сказал, что рекордер, он поставляется в коробке без всего. Но я хотел бы вам порекомендовать кое-какие аксессуары. И, во-первых, вот такой, например, кейс, такой полужесткий, куда вы можете положить, собственно, рекордер. И здесь у вас будут как раз те аксессуары, о которых я сейчас и хотел бы поговорить. Во-первых, провод USB Type-C, ну, либо, как вам удобно, там, Type-C, Type-C. В общем, мне удобно вот так вот, USB Type-C. С помощью этого провода я подключаю к ноутбуку и использую как аудиоинтерфейс. Можно также перекидывать и файлы. Разветвитель для наушников. У меня есть и в таком вот виде, и у меня есть вот в таком виде. Это важно при мобильной записи. Например, мы записываем вокал или там записываем велончель, как недавно все это было. То есть, тот, кого я записываю, подключаются сюда наушники. Там свои, либо я даю свои студийные. А в этот разъем подключаю я свои небольшие наушники. Например, вот эти вот косовские наушники. Или какие-нибудь мониторные небольшие наушники. В общем, это удобно. Дальше. Провод. Миниджек. Миниджек. Стерео. Это нам нужно для того, чтобы подключить к нему, к рекордеру, собственно, этот провод. И другой конец я мог бы включить какую-нибудь мобильную колонку. Вот у меня есть, например, Orange колонка. Или мы можем подключить какие-то маленькие стереоколонки. То есть, опять-таки, удобно для мониторинга, чтобы мы могли с вами прослушать то, что записали. Переходники. То есть, такой с миниджека на джек моно. И есть переходник с миниджека на джек стерео. Тоже будут полезны. Также вот такой блок питания, зарядка. Ну и, конечно же, ветрозащита. У меня есть в двух исполнениях. Есть в исполнении так называемая мертвая кошка. И вот такая толстая поролоновая ветрозащита. Я использую ее. И, собственно, все это помещается вот в этом небольшом кейсе. Вот такие рекомендации по аксессуарам. Надеюсь, вам понравился этот выпуск про рекордер Zoom H4 Central. 32-битная плавающая точка. Постарался максимально рассказать про него, про возможности. И, так скажем, на практике показать. В общем, классная, незаменимая вещь, в которой я беру всегда с собой. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, дополняйте. Может быть, у меня какие-то были неточности. Или, может быть, у вас есть вопросы. Или просто вы хотите поделиться также своим мнением по использованию этого рекордера. Или каких-то других рекордеров. В описании будут ссылки, кто хочет поддержать дополнительно, кинуть донат. По вопросам записи, сведений также обращайтесь. Также будут ссылки на мою группу и на мое сольное творчество. Все, я с вами прощаюсь. Всем мир!